холло амигос снова вы снова я снова war thunder часто пишут в комментах клуб под любыми видео вообще даже на других на другом канале там на втором который вообще не про игры пишут пиши war thunder пиши war thunder блин ну вот как людям объяснить что не всегда есть настроение писать вот именно war thunder потому что war thunder это чертовски сложная игра не всегда удается ее блин ну за записывать ее как бы ну очень тяжко да это я потому что не занимаюсь тем что сначала там записываю ряд боев потом выбираю там запись боя который получился лучше лучше всех да где там получилось что-то нагнуть озвучиваю его отдельно да там как дебил какими там голосом что ты сейчас ой здрасте сейчас сейчас убью ой убил вот это вот все херня не занимаюсь да то есть я всегда импровизирую да я стремлюсь к импровизации вот war thunder это очень сложная игра на самом деле она не аркадная да ну аркада war thunder of sky это вообще отдельный разговор поэтому все разговоры будут после боя вот ни хрена себе сначала выпала кубань короче но я там слился по-быстрому на сайт на советской технике в кубани пусть разработчики сами играют спасибо им за такое удовольствие вот на и выпал курс короче а курске вообще второй раз в жизни вижу месяц блин играю в war thunder и второй раз только попадаю в курс короче вот значит но приступим к обзорной части этого танка значит машина по моему на мой взгляд субъективный нереально унылый шлак просто гребаный шкаф ну я не знаю но когда танки здесь такой со скоростью блять инвалида колясочника я не знаю просто это по моему я я хрен узнаю просто ну 20 километров но это мауса скорость но не и саш 2 это ептель но еле ползает посмотрите типа пересеченная местность как будто я сука по пояс в болоте еду знаете по самую башню как будто там сука камыши раздвигаю это поле ептать и причем у меня гусеницы для чего надеты для красоты что ли что за скорость такая 17 километров короче в этом танке только спать нахрен для игры он сука не пригоден и как назло именно именно на этой машине пришлось играть очень до хрена потому что чтобы получить заветные танки 5 левела ептить оказывается надо пойти выучить все пвошки нахрен все пт-шки сука причем всех купить еще обязательно чтобы они у тебя в ангаре побывали вообще обалденно то есть правило просто супер в доходишь до т-44 из 2 и все и играешь на них 800 боев а потом получаешь унылую и унылые танки 5 левла и понимаешь что все лучше это в этой игре осталось позади короче вот я сейчас сижу у меня руки свободные хотите хотите на гитаре сбацю пока танки едет просто нереально весело и многие могут подумать что это и отдельно озвучу но нихера соло ёптиль можете сука на следующем видосе песни заказывать к донату привязывайте на пивко 100 рублей и там песня там владимирский централ допустим все в следующий раз буду играть на из 2 сбацю ёптить пока едем владимирский централ ветер как там весна опять пришла и струеньки говна из браузерного окна текут опять в мои мозги опять при щемешку ооо до войны доехали первый снаряд но не долетел немножко но уже уже стреляют уже стреляет кто стреляет белые ходаки походу там в тумане наверно сука там за туманами нихуя не видно он это походу это да ну нахрен за такое попадание не пробили да там только за то что я туда попал альбус дамблдор должен скастовать был мега пробития просто этому снаряду на out out они в узи вузи это не наш вузи тут лупится сидит в танчике вузик ну-ка 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 ты чё окаянный в танки поигрываешь на кались так куда там по ложка то пропала я просто не знаю мне кажется что судя потому что они его подожгли с такого расстояния их благословил папа римский франциск 15 а потому что они за гони все попали не по недолет и все и стоим ждем на и сену втором так где моя гитара это же так это же так круто о-о зарядились почти еще одна плюха перелет походу наводчик пониже наводчики ржаков опустите пожалуйста у меня микрофон шумоподавлением не знаю может может гитару и не слышно а он ездит а то танк ездит туда-сюда как он может пристреляться а после выстрела у него еще дымовая завеса охеренная включается да сука да блять ох какой выстрел просто стрелок ворошиловский да блять знай мою мощь и уважай мою власть сука падла ух прям вообще вот это бой вообще жаркий бой боище просто авторитетнейшее сражение просто курская дуга ёптать вузе ты куда поехал ты чё делаешь на я пока дедюлю сбацую чаще ща ладно над вузе догонять нельзя братана одного бросать на поле боя аля герком аля герма зафака давай поехали давай по шарканый нах странно для для о о вузе походу уже на мину нарвался или я не знаю че попали бля ой еб твою куда хоть попал-то чё-чё хоть чё хоть ничё хоть нормально так ну чё какие планы действия то собственно в этом куликовском поле мимо ёптать ты чё куда-то так вот это вот это ладно вот это он возил но он контузил наводчика который у меня с рождения контуженный в танк сидит поэтому нахрен не наводчик если тут я наводчик да можешь вообще убить мы можем наводчика высадить сука на ближайшей остановке но чего какой полисад по туда щели как-то ли лесопарковая полоса короче смотрите сейчас я замаскирую затеряясь тут сейчас просто в кустах дал задолбаются меня искать потом а источник то нашего водички сарикова от в обход пошла в обход какой-то из 2 расстреливают артиллерию ну правильно пока я там в чистом поле на первом месте в команде бьюсь грудь в грудь просто по богатырский сражены они сука ботов стоят отстреливают ну конечно с горы и с разогнался до какой-то нереальной скорости 42 километра но понятно я думаю что это мы на рекорд гиннесовой идем я думаю что из 2 набирает свою максимальную скорость наберет если вообще из самолета в открытый люк выбросить тогда он будет вообще вот тогда он будет скорость у него прям как надо я просто сейчас представляю что мне ехать в эту в эту гору теперь да ну с горы то бодренько а в гору как ехать я представляю и просто не знаю просто я не задумал может за газетой на кухню сходить почитать пока танк в гору ехать будет да карта конечно веселуха только надо было сделать знаете такой более узкой чтобы такая знаете коридорное поле было чтобы ну армия на армию нормально сражались а то что-то все поразъехались короче и война-то не идет ни хрена опа опа наших бьет ёптать давай чё куда залупнул наверно вот так надо он он горит сука сейчас сейчас ведь помрет прежде чем мой танк зарядиться ждем ждем не нервный ждем не а может он помер уже он грим тут тигр 2 вроде сдох я узнаем не не узнаем но будем думать что он сдох даст такого расстояния проще блян сука и средневековыми катапульты римлян попасть нахер а вот он сейчас сдох по моему или его обстреливали сходу ось ёптель вот это да летит бобренок летит а у меня пулеметчик у меня сука помер наводчик а он же еще и пулеметчик он же и сука и радис наверное такой вообще мега полезный чел мало того что он походу ну реально это просто это просто не знаю как это кто там три дела сразу делал александр македонский да вы смотрите мой наводчик сразу наводит пушку стреляет из пушки а второй рукой левый еще из пулемета самолеты сбивает ну герою ёптеть надо орден дать просто просто василий теркин в танке ему так чё там никого на горизонте не появился в этой в этой саванне чё за степь такая точно курс точно курс красно писали кто в курске живет напишите где у вас там поля такие где поля май я вообще-то помню то ли читал то ли смотрел документалочка про битву на курской дуге по моему наши танки в какое-то горло между рекой и железной дорогой лезли их там щелкали просто вот по 20 танков скажите какие там потери то были что-то в минуту короче несколько танков по моему что-то там вырубали они ну наше командование это потери не считала ой нет-нет-нет-нет беру свои слова обратно ну вас жопу сейчас найдутся историки блять нет ничего не знаю про никакую про войну его это вторая мировая что это такое когда она была ничего не знаю нет не проходил по истории только рамзеса третьего помню все как там они с шашками блять в песках на верблюдах бились вот могу спорить об этом нахрен никакой курс какая курская дуга что такое курс нет у нас курска в россии не знаю ничего подводная лодка была это и так сожалению великая трагедия она как сказал владимир владимирович она утонула и улыбнулся вот все все забыли про курска так все война война едем чё там вот я видел как танк туда заехал за поворот перевалились через город да это как на американских горках вверх очкова вниз с ветерочком из жопы как весело господи как весело прям вообще вот 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 апогей просто веселья веселуха некоторые говорят почему ты называешь war thunder унылым как ты смеешь ну а как вы считаете весело вот в такой бой играть где ты по полю по полю просто в кирзачах тут едешь нахрен уже сука со скоростью пешехода уже полчаса и никого вообще врага то не видно по мне так не очень танк погнули не нравится что визуаль визуализация повреждения танка здесь вообще на высоте на высотище просто годная визуализация повреждений вот в плане визуальных всяких плюшек war thunder конечно вообще мое почетное почтение почетнейшее но ствол опустится опустился отправляйся в ангар дружище да там внизу второй нет назад я вообще то видел сюда немец заезжал а тут американец чем переоделся что-либо Ой, бомбануло напоследок. О, ПТшечка какая-то. Бот, наверное, нет? На нахрен! О, зениточка стоит, что ли? Я еду, еду, еду. Да поверни ты, блядь, этот танк когда-нибудь. Господи, как он... Мехот руль потерял. Блядь. Блядь, мы поворачиваем, мы поворачиваем, мы повернули. Что, она живая? А, она дохла. Вот, сука! Падла. Думал, фрагов сейчас как налуплю, как выложу, все скажут. О, молодец, скилл растет. Вот, красавчик. Так, 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 самолет, самолет, самолет. Где самолет? Я слышу винты его подлые, вон он летает. Сокел. Оу, небесный. Так, что враги-то остались? Раз, два, три. Ну, мало, мало врагов. Ну, я, конечно, вершу тут просто вообще. Я уже себе... А, я не на первом месте. Ай-яй-яй, блядь. Ай-яй-яй. Зато он сдох один раз, а я еще нет. Сейчас им с воздуха, походу, доложат. А они, походу, наверное, все летают. Опа-опа-опа-опа-опа. Еблась. Че-то я поторопился, сука, с перепуга. Все, назад, назад, назад. Тридцать двойка, по-моему, это, да? Тридцать двойка, она раньше зарядится. Эту падлу я уже знаю. Эту я уже знаю, сука. Тридцать двоечка, ёпта. Да, сейчас в нижний лист и в ангарыч. Звонили из ангара, на ТО просили заглянуть, масло сменить. Слышь, чувак, ты и давай не затягивай, да? Я тебе помогу сейчас до ангара по-быстрому. Вот я... Еблась. Сука, что это нахуй за херня тут выросла, бля? Это... Че за... Дуб рекордсмен, ёпта, что его танк не смог снести. У меня регулярно еще бывают танки. Танкисты об дерево убиваются. Это вообще классно. Так, 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 мы едем. Нет, мы херово очень едем. Вот, сука, маневренность, динамика у этого вообще. Это как кирпич, а не танк. Вот вообще нихрена на нем ездить. Неприкольно, ужасная машина. Где 32-й? Куда она делась? Вон она, по-моему, нет? Ах ты, блядь. Мудофил поганый. Где он стоит? Я его не вижу. А вот он. Да ну нахер через эту рожь, блядь, стрелять. Это просто вообще. Пошел в задницу, ёптить. Аркадным прицелом. Чпок, ёптить. Ивангарщик. Удачно тебе там в это в ворота вписаться. Там говорят, поужа теперь сделали. Смотри, фару не разбей. Да какой тебе ангарчик? Кого мы обманываем, чувак? Тя только на металлолом теперь, если школьники из 5-го Б отвезут. Мазафака. Это же Т-32-й. Ну да, у него не было шансов. Боевой рейтинг 7.0. Ёптить. 58 сантиметров брони в боеукладке. Сейчас я, короче, их базу ещё оккупирую. Аннексирую, короче. Оп, раз, два, три, четыре. Надо их, надо их, короче, это... Надо их в чате, что ли, подраконить. Предложить им провести референдум по отделению базы Б. От их команды. Там вон что-то пожар какой-то горит. Ну давай ты, господи, ехай. Дайте кто-нибудь полететь этому танку. Может, быстрее поедет. Мотор попробуйте ремнём стегнуть. Может, там лошади какие-то ретивые попались. Не едут ни хрена. Ой, обстреливают. Ой, смотреть страшно. Ой, стреляют. Ёптить из ПВО. Ай. Ай, умираю. А чё такое? А чё стволка не поднимается? А, повредила, смарик. Чё-то всё-таки ломает, тварь. Ой, гуслю. Ай, спасите, помогите кто-нибудь. Ё-моё. Карау. Карау. Кто-нибудь, ёбтвою мать. Где это команда? Давай, ближе, ближе. Да ёбаный ты стыд. Ну как же так-то, блядь? А, поспешил. Ай, поспешил, бля. Мудак я. Сука, полный, бля. А мука. Нихрена у меня опыта сейчас. Да не-не-не, стреляй, чувак. За это же опыт дают. Нахуяч мне побольше. Какой мудак испортил. Ах ты, блядь. Это ещё что за нахуй новости? Ой, ё-моё. Ещё один приехал. Ну где, где, где помощь? Ствол моего танка напоминает руку терминатора. Когда ему её раздробили, но он не был сломлен. Но я приехал, сука, к ним на базу. Они тут опять появляются. Они бессмертные даже какое-то время. А это очень реалистично, кстати. Если кто не знает, короче, был такой эпизод в войне. Когда пытались захватить Ленинград. Короче, немцы, да, вас одержали. Вот. А в Ленинграде был завод такой, короче, имени Калинина, который танки делал. Вот. И, короче, танки тоже из завода выезжали. Вот. И они были бессмертные, когда они выезжали ещё из завода. То есть из ворот выехал. И 10 секунд бессмертных, да. Но это исторический факт просто. War Thunder очень историческая игра, короче. Вот. Выезжал танк из завода. И, короче, и нагибал немцев, короче. Бессмертным был там 20 секунд. За это время там всех хвалил. Только поэтому, короче, Ленинград не взяли. Я вам базарю, так и было. Вот. А, блин, а у меня бессмертие-то кончилось. Ай, не успею никого, походу, застрелить там. У нас захватчик-то какой-нибудь стоит. Там хоть один нет? Гансы. Обосранцы. Вражеские войска захватили точку. Ну, свою-то захватили. А, ну, второй раунд. Теперь, короче, 5 на 5. Теперь только избранные танкисты уцелели. Это вообще. Это вообще. Теперь. Ну, сейчас лучше и с лучшими сразимся. Сразимся. Давайте вместе поедем толпой. Какая интересная битва зажигательная на Курской дуге. Прям вообще просто огонь. Огниво просто. Огнище. Опачки. Чё такое? И в кого ты выстрелил? Какой-то бронеавтомобиль стоит. Ну, я чё-то никого вообще не вижу. Ну, стоять как-то стрёмно. Вот это что такое? Дерево. Дерево. Ну, с такого расстояния танк разглядеть это вообще. Я не знаю. Это, блядь, ведьмачье чуть-чутьё надо. Чуть-чутьё. Чуть-чутьё ёптать ведьмачье нужно. Чтобы разглядеть свой ствол чуть-чутьё. Ёпта, хрен вы говоришь. Есть какие-нибудь скороговорки на Че? Чапал Чаполину по прочпекту, блин. И чпокал чебуреки. Ха-ха-ха. Ну, чего, где? А где кто-нибудь? Ну, ща посмотрим, Ил-2 на кого-нибудь бомбу-то скинет, наверное. Хотя у него тоже видно не лучше. О. Это чё? Куда танк-то? Александр Сергеевич, куда стенка девалась? Чё за хрень? Чё Ил-2 делает-то? Мне интересно, чем вообще закончится это жаркое побоище? Это вообще... Это битва просто. Титаны рестлинга на ТНТ. Титаны танков на Бесполезном, ё-моё. Мне нравится, что на втором месте надо ещё вот этого обойти, короче. И... У-у-у-у-у-у-у-у-у. Вот с этим ником, короче, чувака надо его... О, я вижу пулемётные очереди. Значит, нам туда. Этой карте нужен новый герой. А, СУ-152 тоже запалила. Ну, бля, эта база когда-нибудь захватится или чё? Это самый вялый захват базы, я не знаю. Этот захват базы, блядь, более вялый, чем мой первый половой опыт. Там тоже всё было не очень... Не очень быстро. Ай. Ну-о-о, давай, там уже, блядь, щёлочка-то, как из манды волосинка. Ёпта, всё равно захватываем, два часа стоим. Наконец-то, наконец-то. Этот ию-ю-ю-ю-ю-ю-ю тоже, что ли, захватывал? Ах ты наглый засранец. Я-то думал, что сейчас я на первом месте буду. А тут, смотрите, у нас такой хан-батусай, блядь, захватчик, блядь, от бога, оказывается, рядом стоял. Ну чё, походу, опять можно гитару в руки брать, да? Просто такой экшон дикий, что вообще, я прям, не знаю, мне просто, я просто нервничаю от такого накала. Не, ну на самом деле карта прикольная, но я не понимаю, на какой хер она такая огромная. Вот за хрена она такая здоровая, ну неужели поменьше в два раза её не сделать, а то и в три. Чтобы, ну, раз на поле сражаемся, так давайте все на поле будем, а то хрен ли. Половина уехала налево, половина уехала направо, на поле никого, воюем, ё-моё. С кем воюем, чё воюем? Ай-я-я-я, никого, никого. Да, мерещится. Сука. Да. Честно, оптимизма, всё, сука, меньше и меньше. меньше ну просто вообще куда под их повернулась чон там увидел что он делает о о птх это глаза стоя у нас арика четко тут там есть где-то не там танк горит только наш пушки кит стоят о чем мы воюем то поперек поля а понятно этот уже припаркован этот уже отъездился главное царите а какой шанс захватить у них точку если она сука между двумя их базами стоит она они просто появятся и убьют тебя пока под прикрывом своего бессмертия то есть смысл то в чем блять за труп был о там кто то есть ну потому что если не там то больше негде еще оттуда пули летят снаряды вернее чуть помедленнее пули чуть помедленнее ну травы конечно просто как но я просто опять недавно я же говорил блин переустанавливал крии клиент опять все настройки сбились мне это достало куда внимание на карту чё ты блять отвлекаешь ты меня ёб твою мать на какую нахуй карту внимание или какого-то чувака ну а тут-то летит чё-то о какая-то сволочь-то стреляет на я знаю уехала на руках туда за горизонт и стоит там сука ах ты блять такая вижу вижу ну и пусть он оттуда стреляет вам даже если попадет оттуда все равно не пробьет никого по моему я короче не врубаясь вообще разработчики чем думали когда такую карту делали тут на этой карте знаете 100 на 100 можно было бы играть вот тогда было бы весело а 15 на 15 тут только в прятки играть сука но серьезно чё за бред объясните мне в чем прикол этой карты о ёб твою мать да пошел ты нахрен сука скрысил прямо из-под мышки блять 10 ботов убил по первое место у нас 7 фрагов жану первое место на самолете летает понятно да пошла ты со своей карты о баллистический эксперт во мне говорит что стреляют спереди что-то в упор не вижу откуда блять наверно с база не знаю может не с базы даже жопу ой вообще блять смертельная я ранен я очень опасно ранен это кто там такой смертоносный гэри смертоносный калибр блин овощи вообще просто дважды ранен оба раза в задницу что странно это ботная расстреляет да время смело надавить на гашетку и поехать в атаку потому что иначе я просто соскупе помру здесь это просто один бой длиною в ночь я не знаю просто я хотел несколько записать но еще за хрень откуда стреляет кто стреляет опять а что такое тут можно куда-нибудь отвернуться чтобы мне не попытались забрать в спину подлые гансы о ю ю ю то это там вам бомбосит во все вообще бомбардировщик уровень бог там наверно в кустах где-то стоит смерть моя меня ждет наверно сука я не знаю просто еще сделать на этой карте блин такого такого эдакова просто ну реально блин я-то думал что курс крутая карта поэтому она так редко выпадает а теперь я пересмотрел свое мнение я понял что курс кредко выпадает потому что бои по два часа идут карта тупо занята CEO来了 я просто не знаю ни карта вампир энергетически ой-ой и ели 2010 шире вселенные гори моимо да ёбш ты ладно будем знать если на горизонте значит значит восьмое надо брать 8 резку вот так на Проверим из пулемёта, кстати Видите, пулемёт попадает по ней Вон, видно Значит, и пушка сейчас попадёт Попал, сука Там Фердинанд, что ли? Что же вы сразу мне сказали? А я-то стою, блядь Нахуй, нахуй Пошёл ты в жопу, ёптать Федю отсюда вообще убить невозможно, мне кажется В нижний лист отсюда, ну не попасть Чё, ствол не опускается? Понятно, блядь Куда попал, блядь? В траву попал? Или у Фердинанда там яйца свисали, блядь? Какой попал-то? Попадатель Ну опять начинается мега-вялая перестрелка Почему-то у меня стал медленнее танк заряжаться Видимо, водила помогал в заряжании Недолёт, наверное Первым выстрелом Снесли ему яйца Фердинанд Остался без яиц Ах, как жаль Что мы в прицеле Не разглядели Экипажа лиц Опять недолёт Да ёпта, пороха, что ли, в капсюль Не докладывают Экипаж Фердинанда без яиц Но кого-то Всё равно сваншотил Снаряд не нанёс повреждений Ага Мы Могли бы победить Но, увы Чтоб стоять И стрелять из кустов Яйца, сука, не нужны Блядь Отсоси Мудила А, в ответку Нахуй Блядь, как я это сделал А прихода вон Ой, блядь Вот это было побоище, чуваки Вот это я дал, блядь Вообще И самое главное Ни монтажа, сука Ни склеек Ни отдельной озвучки Просто Просто папа вышел Папа нагнул Короче, в баню Всё Это видео будет называться Великое Курское побоище Так что Пишите, жмите Короче, все дела И тут победные аккорды Победные такие Трубы Фанфары Такие Оооо У меня прям бицепс вырос После этого боя Бля, вообще Ну так вот Возвращаясь к теме записи War Thunder Значит Ну, аркада в War Thunder Это не самая сильная Черта игры Мало того, да Что в неё ни играть неинтересно Ни смотреть неинтересно Зелёный крестик портит Просто вообще всё И лучше бы в аркаде Не было его нахрен Просто был маркер целей Подсветка целей Но без этого долбаного Зелёного перекрестия Вот А в реализме Играть, ну в принципе Очень сложно Потому что очень много Внимания там надо Да, там нужен Большой Очень большой Хороший Скилл Если не стрельбы Так хотя бы зрение Иметь там, не знаю Орлиное какое-то Чутьё, как в Assassin's Creed Вот, значит Ещё я вкачал Короче себе Танк пятой эры Первый, как вы видите Ну, вот Пока прем не кончился Значит я хотел его Хотя бы в топ вывести Но Сыграл на нём Пару боёв В аркаде, да В аркаде Танк ещё Ну туда-сюда Кого-то можно убить Если повезёт, да Но в аркаде Какой минус? В том, что В бои против техники Пятого уровня Ты заходишь Со звеном танков Которые Ну, у тебя четвёртого левела То есть у меня один танк пятого левела Ещё у меня Ну, два билета в бой Это Какой-то из танков четвёртого левела А там, ну, делать нехрен Против пятёрок Против эсов третьих И так далее Вот Зашёл в реализм Ну, в реализме Конечно, вообще Пригорел Реализм на пятом левеле Уже вообще не тот Короче, что на четвёртом Это абсолютно уже другая игра То есть в основном Все сидят Как здесь Здесь можно как-то Уйти в офлайн Я не знаю Просто Это капец Вот Значит Сбивает Очень просто Зашёл в реализм Сыграл два боя То есть У меня-то танк Он стоковый Как бы Его надо выкачивать В топ Чтобы появились Какие-то снаряды Которые нормально Адекватно имеют Адекватное пробитие Да Потому что, ну, грубо говоря Ису третьему в лоб Очень трудно Что-то на этом танке сделать Да Вот И в то же время Против меня играют танки У которых там Последний снаряд В этой игре Как-то он там называется На повторе Этот снаряд Похож Похож на ракету Короче, он Сейчас посмотрю Как он Сука Специально называется Вот этот вот Короче, походу Это он Ну, грузись-то Вот этот Кумулятивный Невращающийся снаряд Ёптать То есть Чё происходит Выезжаю, да И начинаю Выцеливать танку Да То, что Ну, то есть Для меня игра На этом танке Да, он пятого левела Для меня Она вообще Ничем не изменилась По сравнению С игрой на танке Четвертого левела То есть Мне по-прежнему Приходится Выцеливать Какие-то уязвимые места У машины В то время Как вывалился Какой-то Леопард один Просто Прямо в уклон То есть Вообще Насрать Чё тут у меня За броня Он даже не целился Он навскидку Шмальнул Короче Меня ваншотнул Этим снарядом То есть Ну, вообще Очень Очень классно Мне понравилось Просто супер Во втором Реалистичном сражении Значит Я доехал до их базы Где увидел Мауса Который с базы Даже не уехал А встал за какую-то Кучку Там, блин С говном Высунул башню И точно так же Точно таким же снарядом Меня приходил Уже куда-то в башню Короче Я сразу прочухал Чё говорят Что Многие пишут Да, многие Это не мои слова Многие пишут Что улитка играбельна Только до пятого левела Только вот Ну, четвертый левел Вот эти Это апогеи То есть Это игры Дальше Разработчик включил Полный бред В обоих режимах То есть Дать Ну, это как Сука World of Tanks Когда голдовый снаряд За серебро сделал Да, и броня из игры Пропала сразу Потому что Ну, все перешли на голду Но подкалиберные снаряды Видите ли были Тут же историчность Надо соблюдать Там были снаряды Да, поэтому Надо делать эти снаряды Ну, и здесь тоже сделали И в итоге Играть стало вообще неинтересно То есть Все равно Что, знаете Как в прятки играть Там О, я тебя нашел Все Я тебя убил Знаете, как в войнушку В детстве играть Пиф-паф Там Петя убит Тут так же Если тебя увидели То ты уже умер Скорее всего Вот Скорее всего Тебя считают Что убили взглядом Поэтому Этот танк Я нахрен уберу Вот Поэтому я Собственно Качать танки Пятой эры Я сам не буду Да, плюс еще Вот О чем Чуть не забыл сказать Музыка орет Тоже Значит Можно, да Выкачивать здесь Технику Продолжать танковать Танками четвертого левела Да, что Доставляет Вообще Не доставляет удовольствия Абсолютно никакого Потому что техника Уже надоела Все-таки Когда ты играешь Такую игру Да, хочется Видеть какое-то развитие У тебя там Бац, новые танки Появились Бац, там Танк Еще там Что-то Вот К тому же К тому же Танк Выкачивать в топ Все равно Придется Играя на этом танке Ну и в-третьих Да, если И последовать тому Чтобы выкачать Финальные танки Да, и на них Только играть Это сколько Мне придется Играть на Т-44 И на ИСе втором Да Это же просто Обоссаться При том, что Здесь вот эти 54-ки подряд Идут Они практически Один и тот же танк Они Ну вообще практически Одинаковые Вот что у него тут Ну кроме Ну у последнего Конечно есть уже Этот волшебный снаряд Да, ракетоподобный Поэтому он Выделяется А так Ну мне кажется Одно и то же Одни и те же Наверное лошадиные силы Одни и те же У них То есть Ну все Наверное Они не только Я думаю Внешне одинаковые Они одинаковые Думаю Вообще В принципе Да, то есть Ну что тут Шаг 2 года Новый танк 2 года Новый танк Ну что-то Апгрейднули И добавили То есть И такая же фигня У немцев Три тигра подряд идут Но это неинтересно То есть Это выкачивать И причем Мне один человек Написал Ну еще и каждую 54-ку в топ Выкачивать Говорит У тебя вообще Пригорит Я говорю Да ты не поверишь Но я этого делать И не буду То есть Ну полно Предлагают аккаунтов С прокачанной техникой Уже Ну потому что Смотрите Первую 54-ку Выкачал в топ Блять Потом вторую Пошел в топ Выкачивать Те же самые снаряды Изучать Потом третью Это полная Жепотуга Короче И блин Я не знаю Ну Надо было Разработчикам Как-то Эту ситуацию Лучше Продумать Вот Потому что Мне она не очень нравится Даже Ну В общем Я думаю Все Многие Многие понимают Да О чем я говорю Потому что Ну сами же писали Что вот На пятом левеле Игра неиграбельна Вот Короче Значит По поводу Иса второго На котором я Погоняю Сегодня в видосе Чем он Отличается От Иса второго Вот этого Он отличается Тем же Самым Чем И 3-3-4-8-5 От Сорок Четверки То есть Заделали Дырку Во лбу Вот Он стал Хуже Пробиваться В корпус Но Все По-прежнему Все так же Замечательно Пробивается В башню То есть Ваншотится То есть Ис второй Научил меня Бояться Научил бояться Вообще Всего То есть Что показывает Мой опыт Игры Да Вот я играл Но одновременно Сорок четверка Ис второй Выживаемость На Т-44 Выше Чем на ИСе Втором Ее убить Сложнее Как мне кажется Ис второй Потому что Месят просто С любых Расстояний Короче Вот Ну и добавили Пулемет Да Чтобы этот Ис второй Скажем так Победной Комплектации Да Ну 44-й год Это переломные Битвы Первые Какие-то Сокрушительные Победы Вот Чтобы он Хоть чем-то Отличался От этого Ведра Я просто Не понимаю Какие проблемы Были поставить Пулемет На этот танк Ну наверное Исторически Не было Да Исторически Не догадались Конструкторы Дать ему Какой-нибудь Противовоздушный Пулемет Ну и собственно Дальше И был бой И был Курск И пришлось То есть Долгое начало Видео Перенести В конец Всем спасибо За просмотр Радио